В Сочи стал одним из первых городов страны, где реализуется концепция «умный город» и есть достаточно большой опыт по внедрению технологий. Успехом пользуются системы «безопасный город» и «умный транспорт». Теперь широкое внедрение цифровых технологий перейдет в процессы управления жилищно-коммунальным хозяйством и социальной инфраструктурой. Соглашение в целях развития цифровой экономики города подписано с Мегафоном и Ростелекомом. Уже летом в Сочи начнет работу мобильное приложение, которое сможет предоставить всю информацию о множестве объектов показа на курорте. Партнерство с фондом «Содействие по развитию современных информационных технологий и цифровизации экономики АТОМ» позволит реализовать проект «Цифровая долина Сочи» – акселератора IT-проектов для команд разработчиков из России и соотечественников из-за рубежа. Сотрудничество также направлено на повышение инвестиционной привлекательности Краснодарского края и на развитие информационных и инновационных технологий. Главная задача, которая стоит перед властями города – развивать круглогодичную инфраструктуру. Что касается центра и Хостин, то там тоже нужны объекты, которые будут привлекать круглый год. У нас есть еще резервы для увеличения количества туристов в межсезонье. Вот на этом межсезонье мы работаем. Поэтому в Хостинском районе у нас появится все-таки крытый аквапарк, который еще больше будет привлекать туристов в наш город. Активно будет развиваться и Лазаревский район. Среди проектов строительство крытого круглогодичного аквапарка с морской водой, куда смогли бы приезжать отдыхающие из Краснодара, Ростова-на-Дону и других городов, а также марины в Головинке. Я очень поддерживаю все, что касается заселения нашего моря кораблями. Но я думаю, что нужно превратить это не просто в точечные проекты марин, а программу запуска регулярного морского сообщения во всей черте города Сочи. А если точнее, то на всем протяжении российского Черноморского побережья, которое теперь с возвращением Крыма увеличилось почти вдвое. Развитие получит и культурологическая составляющая. В частности, в Красной Поляне планируется строительство апарт-комплекса музея «Северный Кавказ». На российском инвестфоруме Сочи подписал 14 соглашений. Это проекты по строительству в Лазаревском районе и Красной Поляне, а также договоры с частными партнерами по реализации проекта «Умный город», который активно развивается на курорте. Общая сумма контрактов составила более 9 миллиардов рублей. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.